Ричард Морнинг Стар, президент Центра Глобальной Энергетики Атлантического Совета. В противостоянии с Nord Stream 2 надо отстаивать украинский транзит, Укринформ, Украина. Ярослав Довгопол, Вашингтон. Укринформ, Украина. 27 июня 2019 года. Несмотря на категорические заявления администрации Трампа против строительства российского газопровода «Северный поток-2», Nord Stream 2, а также намерение Конгресса США наказать санкциями участников этого проекта, ситуация в Вашингтоне пока не выглядит такой уж однозначной. На кону, единство с Евросоюзом относительно давления на Россию. В случае введения таких ограничений это создает риски для бизнеса стран ЕС, которые уже имеют усиленную политическую поддержку европейских правительств. С другой стороны, все понимают, но не все говорят об этом вслух, что Nord Stream 2 – это не коммерческий, а геополитический инструмент Кремля, чтобы ограничить транзит газа через Украину. О том, как расценивать ситуацию в США, какие компромиссные решения могут быть внесены, что ждать в этом вопросе от встречи Трампа с Путиным, В интервью «Укринформу» рассказал основатель и президент Центра глобальной энергетики Атлантического совета в Вашингтоне посол Ричард Морнингстар. Короткий разговор с бывшим высокопоставленным дипломатом США состоялся в кулуарах пятой ежегодной конференции по вопросам энергетической безопасности Центральной и Восточной Европы, которая прошла в Вашингтоне. Европа хочет мирного соглашения между Украиной и РФ «Укринформ». Американская позиция относительно «Нордстрим-2» и поставки «Жиженого» или «НГ» газа в Европу пока остается последовательной. Но, в то же время, желание европейского бизнеса усилить сотрудничество с «Газпромом» сегодня уже становится частью государственной политики отдельных стран ЕС. В Европе заявляют, что санкции США против «Нордстрим-2» могут вообще помешать отношениям с Вашингтоном. Итак, насколько актуален вопрос санкций на сегодня, и каковы реальные риски? Ричард Морнингстар. Этот вопрос, как представляется, сложный, поскольку он охватывает видение двух разных сторон. Справедливо считать, что Россия стремится ликвидировать украинский транзит, транзит газа в Европу через Украину, РЕД, путем строительства «Нордстрим-2» или турецкого потока, учитывая то, что они сделали на востоке Украины, в Крыму, в Азовском море. Это просто недопустимо. И с этой точки зрения проект «Нордстрим-2» должен быть прекращен. Однако надо также понимать, что у европейской стороны иная точка зрения. Они пытаются сделать все возможное для смягчения последствий в вопросе «Нордстрим-2», пытаясь достичь соглашения между Украиной и Россией. И они говорят, если США введут санкции, станет гораздо сложнее это сделать. Кроме того, это создает реальный риск для Америка на европейских отношениях. Угрозы санкций заставят «Газпром» держать слово, что тогда делать в такой ситуации. Это значит, надо искать компромисс со страной, которая не придерживается обещаний. Я думаю, что мы должны в любом случае занимать позицию сохранения украинского транзита. Германия и ЕС должны действительно применить все свои рычаги, чтобы принудить «Газпром» к заключению разумного соглашения с Украиной, продлить действия украинского транзита. Но в таком случае встает вопрос, как обеспечить выполнение такого соглашения. И как получить гарантии, что «Газпром» сдержит свое слово. Здесь не надо даже говорить, что это очень сложный вопрос. Поэтому мое предложение – введение обусловленных санкций, то есть санкций, которые должны быть применены, если транзит газа через Украину будет ниже определенного минимального уровня. Конечно, это возможно в случае, если Украина согласится на такой шаг. Я думаю, что это могло бы быть одним из возможных решений. Но это действительно непростая проблема, и над ней надо думать. Многие у Трампа хотят остановить «Нордстрим-2». Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с президентом Путиным в Японии, чтобы обсудить целый комплекс различных вопросов. По вашему мнению, будет ли «Нордстрим-2» одной из стен переговоров? Я думаю, президент Трамп должен продемонстрировать твердую позицию против «Северного потока-2». Он уже делал это в прошлом. Но мы также знаем, что он очень непредсказуемый и, учитывая его отношения с президентом Путиным, я даже не стану прогнозировать, каким может быть разговор в этот раз. Давайте посмотрим на это реалистично. Какого результата можно достичь в переговорах, если ставить навесы, с одной стороны, желание президента Трампа сблизить отношения с Россией, а с другой, продолжать давление на «Нордстрим-2» и расширение поставок американского ЛНГ, жиженого газа, на рынок ЕС, который хочет удержать Россия. Опять же, это очень сложный вопрос. Президент Трамп четко высказывался категорически против «Нордстрим-2», и безусловно, в поддержку поставок американского жиженого газа в Европу. Известно также, что и в администрации Трампа многие хотели бы остановить проект «Нордстрим-2». Однако надо учитывать непредсказуемость президента. Или НГ для Украины. Хорошо, если мы говорим сейчас о жиженом газе, какие существуют перспективы для Украины, что она получит возможность поставки ЛНГ из США. Я думаю, что это возможно, но займет много времени. Ранее уже обсуждалось возможность запустить танкеры с ожиженным газом через пролив Босфор в Украину. Но это вряд ли произойдет. Турция просто не позволит танкерам с ЛНГ газом пройти через Босфор. Следовательно, в таком случае выходом может стать транспортировка газа через страны ЕС, в том числе, Польшу, страны Балтии. Но для этого надо еще иметь технические мощности. Поэтому я говорю о том, что это займет время, но такой вариант вполне возможен. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ не отражают позицию редакции на СМИ.